С 24 по 31 августа пройдет заселение иногородних студентов первого курса в деревню Универсиады. Для этого в день заселения необходимо к 8 часам приехать к культурно-спортивному комплексу Уникс, где будет организована процедура заселения, распределение по комнатам, а также проведен инструктаж по технике безопасности и электробезопасности. Для любого иногороднего студента перечень документов одинаковый, также размещен на сайте университета. Особое внимание нужно обратить на медицинские справки, потому что это должен быть анализ крови НРВ, который действительно в течение 10 дней его можно сделать по месту жительства. Дальше это справка от дермат-венеролога, она тоже делается по месту жительства. Это копия флюорографии, должно быть заключение флюорографического осмотра, который действительно в течение года. Если этих справок нет, то тогда придется уже проходить здесь, и это продлить процедуру заселения. В деревне универсиады уделяется большое внимание безопасности. Здесь работает контрольно-пропускная система. Хорошие условия для проживания, чистота в комнатах и на территории, а также невысокая цена, которая в этом году составит 515 рублей в месяц. Конечно, лучше взять в первую очередь самое необходимое. Осмотреться, с кем они будут проживать в комнате, решить, что действительно необходимо. Как часто бывают, забудут лишние вещи, которые потом загромождают комнаты. Подушки, одеяла, матрасы они предоставляются. Постельное белье тоже, и оно меняется раз в неделю. В деревне универсиады, в каждом доме, поэтому это все есть. С графиком заселения можно ознакомиться на сайте университета. Арина Михайловна, Владислав Михневский, Универ Ньюс.